добрый день дорогие подписчики мы сегодня фонд быть добру в андрея лысенко приехали в шахтерск пункт временного размещения и у нас беженцы из артемовска сейчас есть 22 человека и 5 еще пострадавших лежат больниц привезли продуктовые наборы на 27 человек пластиковую посуду одноразовую порошки станки зубные щетки посты одежда женская теплая постельные комплекты сельхоз агропром калининград большое спасибо постельное полотенце ярославль большое спасибо урал химпласт одежда женская для пвр для девушек одежда новая и был здесь у нас пледики чудо чада большое спасибо прям огромное сюда нас выручаете тоже чудо чада тоже постельные комплекты санитарный стул от елены с большое вам спасибо обувь детская мыло консервы обогреватели в общем все самое так москва железнодорожная гигиена спасибо большое федеральный порошок сейчас пойдем посмотрим что там у нас как наши беженцы живут как бы хоть новости посмотреть бабушек на почты и телефоны и вот если кто-то может по интернету посмотреть новости то они никак и вот это уже большая радость и помогают тоже чем могут электрическую посуду чайник микроволок холодильник это больничный холодильник ну вот столы конечно такие вот шатки так и оборудовали вот так вот живем расскажите вы долго здесь живете находитесь как у нас на середине июня как раз у 24 у меня было день рождения мы уже были здесь люди живут здесь у нас ребенок наш дочь полка как говорится 11 лет девочка это ее мама и другие никакие не помогают хотя бы чтобы силуэты видеть потому что она больше ничего не видит и только с помощью этих капель она очень дорогой препарат поэтому она не в состоянии то они вот такое жизненно важный момент он заканчивается берадуал вы пользуетесь только берадуалом или можно отрули сальбутамол не вам не подходит как мы ее могли оставить родственник своего рода вот а гляньте что у вас скажите пожалуйста в чем вы еще нужны что вам что вам необходимо необходимо еще хотя бы нам лично еще одна куртка и и зиму это вообще надо курточки вот надо то есть теплые вещи да теплые вещи на зиму у нас для женщин очень хочется в дутые сапаи чтобы они были удобные и мягкие мы не хотим на шпильках и все такое нам надо чтобы оно было теплое и удобно и они ж ну как бы не так дорогие это ж не кожа такое как универсальное на все случаи жизни грязно пойдет холодно пойдет дождь то же самое пойдет в общем обувь дутики резиновые на зиму у нас такого нет и теплая одежда что мы смогли сделать своими силами это вот убрать дырявую батарею и заканцевать единственную оставшуюся конечно здесь невозможно будет потому что с одной батареей тут не хватит тепла но для того чтобы было отопление хотя бы пока сделали так да привезли вот лежачему мужчине привезли санитарный стул большое спасение спасибо елене можете рассказать свою историю вкратце хотя бы историю но не хотели мы конечно покидать наш город очень не хотели мы хотели мы и считали что это предательство вообще-то это наши дома вот которые еще родители мне жили и я например не понимала я думала как это я значит уеду а дом я оставлю дом родительский дом на растерзание и мы же видели что там мародеры твой слушники и потом сжигают эти дома полностью как вот все вынесут все самое ценное не просто потом взрывали и все чтобы доказательств не было и мы же собирались там остаться до последнего чтобы сохранить для детей хотя бы эту хатку что у нас было но потом когда уже начался настоящий ад и мы в погребе сидели и не могли уже носа оттуда высунуть потому что дом станка простреливали насквозь насквозь невозможно было подняться уже наверх вот а муж у меня пострадал на меня подорвался в нашем же огороде мы не знали что они заминировали и они были рядом они видели что мы живем там и они не предупредили нас ничего не знали вот он с другом пошел в огород и вместе подорвались вдруг сразу погиб у него оторвало две ноги он сразу же от потери крови скончался муж живой был притащила его в погреб все и вот мой целый месяц погребе без всякой нет помощи находились ну как могла лечила ему эти рамки все ну а потом уже нас бойцы российской федерации нашли эвакуировали что больше ничего не прилетает здесь как бы в безопасности сам факт то что мы не можем вернуться это убивает расскажите вас документами да мы получили уже документы паспорта получили строковки получили все это есть но там уже единственное что ранение тяжелое он долго было лежачим и мышцы атрофировались ему бы надо курс реабилитации пройти но я вот нашла реабилитационный центр но там все это платно там нужно сто восемьдесят две тысячи на курсе реабилитации но я написала что простите у нас таких денег нет они пишут что если поможет благотворительный фонд то мы вас возьмем ну вот надеюсь может быть получится а если нет не знаю а где находится этот реабилитационный центр под москвой под москвой ну это то что я нашла может быть есть какие-то другие но тут честно говоря информации никакой не добиться это пробиваются уже то что узнаем точно так ваш фонд я нашла случайно совсем и так вот в группе держитесь с вашей помощью будем держаться а так конечно очень тяжело и морально тяжело когда чувствуешь себя ну вот никому не может брошенным выкарабкивайтесь как хотите живут в ждановке еще один населенный пункт где тоже наши артемовцы им очень очень тяжело там и с едой и с вещами слышала такое что людям нужна помощь тоже может быть они точно так же как и я до какого-то момента не знают что есть такие вот как у вас боготворительные фонды которые могут помочь вот люди просто нет никакой информации и я этого не знала спасибо людям что подсказали и они тоже этого наверное не знают а им помощь нужна это я точно знаю подойдите ближе не бойтесь ну что мы побывали в центре временного размещения история конечно все очень печальная такие места ездить всегда очень тяжело уезжаешь с очень тяжелым сердцем мы людей услышали я думаю что мы сможем помочь большое вам спасибо дорогие подписчики что вы нам помогаете потому что люди действительно нуждаются во всём от лекарств до как говорится туалетной бумаги спасибо большое быть добро нас поддерживает которые пытаются нам помогать которые сочувствуют нам нам от этого становится легче и морально и во всех отношениях спасибо большое людям спасибо